Значит, смотрите, две актуальные проблемы, с которыми мы сталкиваемся на сегодняшний день. Первая – тёплый пол. Все натуральные покрытия на тёплом полу ведут себя не очень хорошо. Это ещё связано не только с тёплым полом, это связано ещё с тем, что у нас есть элементальный климат, что я вам говорила. Влажность зимой на 70%, а у лета 70%, зимой 25%. Все материалы, которые приходят к нам из-за рубежа, они приходят либо из Европы, в Европе нет такой проблемы, там влажность более-менее стабилизирована. Либо они приходят, допустим, со стран, как у нас паркетная доска ЧС, они приходят со стран Скандиналии, там тоже влажность более-менее стабилизирована. И здесь большая структура плюс наличие тёплого пола приводит к тому, что доска сильно рассыхается. То есть, когда вы предлагаете своему заказчику натуральное покрытие, я не знаю, входит ли это, не входит ли это, но мы обычно ещё раз даём памятники. И предупреждаю, что вы берёте натуральное покрытие, то есть, как бы красивое, дорогое, престижное, всё, все плюсы, замечательно, эксклюзивное, но при этом, не ввиду, что с влажностью надо ставить мыть воздуха, надо ставить увлажнители. Очень хорошо работают фонтальчатые аквариумы, замечательно. И очень хорошо работают домашние цветы. Чем больше дома цветок, тем меньше вот этих скачков по влажности, потому что они там вот упьют и немножко выдают наверх. Ну и плюс наличие, конечно, маленьких детей. Когда маленькие дети, стирки, готовки, уборки очень много, проблем с влажностью не возникают. Дети вырастают, у меня выросли, уехали, всё, повыросли. Чем больше. Так, вот с этим тёплым полом, что я хотела рассказать. Если у вас заказчик изначально в коттедже, в квартире укладывает тёплый пол, и вы выбираете натуральное покрытие. Значит, я бы очень советовала это натуральное покрытие 3-3-2, потому что приклеенная доска, в чём свойство плавающего пола? Плавающий пол, это вот мы собираем из различных кусочков, и оно вот так вот крепится к основанию. Массивы иногда достигают, вот как я вам говорила, помещения гостиных, столовых, соединённых, масштабов там 50-70 метров. Пространство сейчас большое. Естественно, вся эта поверхность, вот эта вот, она двигается. Она имеет подвижность, не любит своих генетических размеров. Чем больше размер помещения, тем больше будут эти подвижки. Ладно бы, у вас помещение будет стоя, но там же люди будут жить. Соответственно, тут будет стоять огромный угловый диван, массивный такой. С этой стороны будет стоять шикарный телевизор, то есть, или если это кухня-столовок, кухонный герметур тяжёлый массивный. То есть, вот эти два края придавлены, напрочь придавлены тяжёлой гибелью. И когда наступает зима, падает влажность, доска пытается высохнуть. Должна вот, по-чего-либо, так слежаться немножко. А тут она придавлена, и появляется дырка, щелка. Приклеенная она, получается, она работает не целым массивом, а работает каждая досочка отдельно. Вот эта доска попытается сохнуться, и эта попытается сохнуться. Потому что она вот здесь в центре закреплена, она не может иметь большие подвижки. И, соответственно, даже если щелочки появятся, то это появятся микро-щелочки. Да, которые уже не так будут раздражать ни вас, ни вашего заказчика. То есть, это вот тёплый пол, особенность тёплого пола. И вторая особенность тёплого пола, пожалуйста, когда у нас ещё сейчас очень модно делать не батареи, а тёплые стены. Ну, мы двигаемся к Швеции, но в Швеции немножко в другом климате живёт, пока не совсем получается хорошо. Люди снимают батареи, им там кто-то рассказал, какой-нибудь монтажник посоветовал, давайте сделаем тёплые полы. Ну, тёплые стены, ну, замечательно. Тёплые стены и тёплые полы, а батареи с ними вообще. Типа, что вот эта железка нас раздражает? К сожалению, тёплые полы, которые укладываются под натуральное покрытие, про натуральное, как я говорю, они не должны работать на крупном катушке. То есть основание, вот вы положили тёплые полы, то есть ваш клиент положили тёплые полы, либо это электрический пол, вообще плохой вариант, залили стяжкой. Так вот, температура вот этого основания, на которую вы потом будете укладывать вот эту доску, она должна равняться 28 градусам. Что такое 28 градусов? У вас рука 36. Попробуйте, потрогайте 28. То есть этот тёплый пол, он существует не как обогрев, он существует только для того, чтобы отрезать холодный воздух, который существует с ним в этом категорике. Если в квартирах, то я всеми с правдами и неправдами отговариваю своих клиентов и объясняю им тем, что вы на каком этаже живете? На шестом. А что у вас там на пятом? В холодильнике? У вас же там люди живут, у них потолок стопудовый не пролезает, зачем вам тёплый пол? Ну, это есть вторая часть. Поэтому, видите, какая особенность, тёплый пол должен быть 28 градусов. Он не будет как тёплый пол, он будет просто отсекать холод. Кроме того, все натуральные материалы, они имеют очень низкую теплопроводность. Что такое низкая теплопроводность? Это потери тепла с вашей руки или с вашей ноги. Поэтому вы не чувствуете холода, а вы не чувствуете от холода или от искусственного материала. Поэтому и проводность тепла будет маленькая. У доски маленькая проводность, проводимость тепла. Кроме того, доска, все мы знаем, мы получили это точно, мы знаем. Попадая в жаркую атмосферу, её можно вот так вывести, вот так вывести. И мы столкнёмся со всякими непредвиденными обстоятельствами. Это на тему тёплого пола. Поэтому тёплый пол – это либо керамогранит, либо вот на сегодняшний день вот такие штуки. А если вы используете натуральный материал, желательно вот и это замковый. Здесь у меня есть инженерка. Дальше на сегодняшний день популярная доска, потому что здесь фанера. И сверху четырёх, допустим, ну, в зависимости от разных производителей по-разному, шпон-дрексин. Да, ну нет, сейчас я отправлю. Либо вот такая вот трёхслойная доска. Вот это вообще фишка класса. Она чем интересна? Тем, что здесь все три слоя. Ну, это не тот производитель, я взяла, а вообще трёхслойка. Все три слоя дубовые. Если кто-то из вас учился в строительном институте или вообще как бы имеет представление, любой материал, он имеет разные коэффициент расширения, коэффициент сжатия, коэффициент поглощения влаги. Так вот, когда на обычной доске, вот, допустим, обычной доске, то здесь мы что имеем? Сверху шкон дуба, как правило. Ну, может быть, ясен, может быть, мербалаев. В середине ёлка, снизу фанера. Все материалы разные, все ведут себя по-разному. Поэтому иногда бывает, что на образцах доска висит или стоит, и вот как-то так загибается, либо так загибается. Это связано с тем, что вот этот материал сохнет быстрее, этот материал, в силу того, что он ещё и лаком закрыт, сохнет медленнее. То же самое будет происходить на полу, а на тёплом полу будет проходить геометрическая прогрессия. Вот, чем интересен вот этот трёхслойка, возвращаясь к ней, что здесь все три слоя дубовые. И если вы задумали проект, в котором используется доска шириной 20 метров, есть такие заказчики, очень широкую, основательную доску, то в такой ситуации самый хороший вариант – это именно трёхслойная губовая доска. У нас был заказчик, который постелил на свет глава вот именно широкую доску. Причём они ещё год после этого не жили. И когда через год мы пришли, ну, там просто надо было как-то освежить покрытие, то что средство по уходу, и всё, ничего, никаких сложностей. Не было ни одной щелочи, хотя люди не жили, влажности нет. Квартира пустая, стоит батарея, работает. То есть это вот такое свойство трёхслойной доски, именно если она и просто трёхслойная, трёхслойная, целиком из одного дуба. Все три слоя ведут себя одинаково, никаких таких жёстких подвижек, сильных, ярких, таких деформаций в мире. Это тоже инженерная доска, да? Паркетная доска, наверное. Трёхслойка считается паркетной, а не только классикой. У нас первоначально появилась замковая доска, и мы её называли как тетрая доска. Следующим этапом появилась вот такая доска, это фанера и шпорка, это трёхслойная доска. Ну и следом появилась вот такая трёхслойная доска, где три слова, три весилы, так же, как здесь, но не от замка, и плюс это ещё три слова дуба. Я считаю, что все вот эти три доски, в отличие от вот этого, они все являются инженерными, потому что все они сделаны, они все, к ним все предложивают труд инженера, станки, оборудование плея, они все инженеры. Просто у них конструктивы разные. Эта трёхслойка закрытая, эта трёхслойка просто-напросто, а эта двухслойка. Это всё инженерные доски. Просто в разных магазинах и разные производители, немножко по-разному это всё называют, но в любой ситуации это не массив. Вот массив. Татьяна, а что вы называете паркетную доску? Это тоже инженерная доска. Паркетная, это одна из нас наёмся инженерной доски. А, наверное, это всё внешнее, инженерные доски. Просто я говорю, вот она первая появилась у нас на рынке. В девяносто каких-то, да, да. И, естественно, мы её называем просто паркетной доской. У меня сейчас есть люди, которые приезжают и говорят, хочу таркет. А таркет в вашем представлении это что? То есть таркет могут называть паркетную доску таркет, таркет могут называть ламинат таркет. То есть инженерные, запомнили таркет. Потому что что-то таркет на рынке. Был у нас инфофлор, и то он был только в эксклюзивных салонах. И был таркет. Всё. Я говорю, таркет, хочу таркет. Так, это по поводу теплого пола. Надо посмотреть на это самое. Таркет.